Представители компании уверены, объявив во всеуслышание о сумме своей зарплаты и других условиях труда, Сергей Пинков нарушил пункт о конфиденциальности трудового договора. К тому же обвинил в мошенничестве и обмане, хотя компания всеми средствами, в том числе и незаконными материальными вложениями, старалась погасить конфликт на стадии зарождения. В настоящий момент, как сегодня, Талтимиртал имеет намерение обратиться в суд для взыскания всех денежных сумм, выплаченных и затраченных из ЦАР незаконным образом. Есть еще другая статья расходов, понесенная из ЦАР, которую тоже Арселор Миталтимиртал намеревается взыскать. Сергей Пинков уже несколько месяцев отстаивает свою позицию в суде. Он уверен, компания Арселор Миталтимиртал ввела его в заблуждение. Не продлила обещанный контракт, не дала визы семье и заработную плату выдавала в тенге, хотя договоренность была на доллары. Однако на стороне комбината и третья сторона судебного процесса – инспекция по труду. По мнению специалиста, переписка, в которой речь шла о валюте зарплаты, не является юридическим доказательством, а в трудовом договоре упомянута сумма в тенге. Так что привязка к курсу доллара вообще недопустима. Вообще, что такое заработная плата? Заработная плата – это вознаграждение за труд, за квалификацию и тому подобное. Что изменилось после изменения курса национальной валюты? У истца изменилась какая-то квалификация, повысились какие-то трудовые функции, либо увеличилась производительность труда. Никаких обоснований по этому поводу я тоже в судебном процессе не увидел. Исковые требования Сергея – взыскать с комбината недоплаченную сумму заработной платы – около миллиона тенге, в том числе за работу в выходные дни, ночные смены, а также моральную компенсацию. Однако суд удовлетворил лишь часть запроса. Возыскать с акционерного общества Арселор Митлопомерто пользу Пинькова Сергея Владимировича задолженность по заработной плате в сумме 480 792 тенге, расходы по оплате услуг представителя в сумме 30 000 тенге, удовлетворение исковых требований Пинькова Сергея Владимировича, в остальной части отказать. Однако о частном определении, заявленном на одном из заседаний, в котором Сергей требовал уголовной ответственности для некоторых лиц комбината, судья ничего не сообщил. Пиньков решением суда не удивлен. Окончательную точку, конечно, во всем этом поставила судья Ибинбаева, которая даже в своем решении окончательном не дала полностью всех ответов, хотя бы о том, что было подано частное определение, вообще ответа на это не было. Ну и не принято, не было ни одного, никаких там или замечаний, или наказаний в сторону ответчика, которые просто, честно говоря, игнорировали весь судебный процесс. Могли не явиться на него, могли не предоставить свидетелей. Не удивляет решение суда и адвоката Сергея. Частично удовлетворили, это уже хорошо. Закон дает нам право обжаловать решение. Есть апелляционная инстанция, есть констанция. Я так думаю, все равно правда восторжествует. Сергей Пиньков настроен продолжать борьбу. В ближайшее время он подаст апелляцию в областной суд и, если будет нужно, обещает привлечь к делу посольства Украины и дойти до самого верха. Светлана Лепедева, Сергей Баданин, Новости Семертал.